Девочки, доброе утро и мальчики, у нас сегодня следующий уже день. Мы собираемся на УЗИ ехать в Саратов, на вторую дачную. Там у нас есть свой, блин, как так нормально сесть, чтобы свет был. У нас там есть свой УЗИст, к которому мы постоянно ездим. У нас такой проверенный уже лет 5, наверное, да, мы год 3 к ним катаемся. Вот, мне нравится, ну ладно, не буду говорить, но, короче, он мне нравится. Хотя я не сразу с ним нашла общий язык. У нас на улице дубак, наверное, градусов, я не знаю, 0, может быть, минус 1. Но я видела лужи, они замерзли уже. Очень холодно, я не подготовлена, потому что я не достала одежду. Ну, как-то достала, но ее надо комбинировать. У меня там есть пальто, под который нужно надевать перчатки, к нему нужна обувь. Ну, короче, нужно доставать зимнюю одежду. Сейчас машину прогреваю и едем, да, пап? И едем. Пап, тебя тоже снимает. И очень холодно, очень ветрено. Прям сегодня целую ночь ветер аж в окна дул. А когда у тебя окна в пол, то это и сильнее ощущается. Вот эти вот холода. Что ж, у меня лицо какое-то такое. Получается, нам отопление надо чуть-чуть в ночь побольше включить. Ну да, ну да. Я и так сейчас на три, по-моему, часа поставила. Это мой высший райончик проживания. Вот на старой квартире мы сейчас приехали. Знакомые. Здесь ленинская налоговая. Ленинская налоговая, пенсионный фонд здесь. И вот эта вот поликлиника Танмед. Всё, мы уже приехали. Сидим, пьём кофеёк. Ждём. В свою очередь. Снег идёт. А снег идёт. Там, слушай, наш папа не это. А где он? А ты что здесь делаешь, пап? А ты что здесь делаешь? Их работает. Ну всё время перекрывают, подъезжают, перекрывают. Я взял, уехал. Думаю, я здесь постою. А, ну всё, тогда. Свиденье подниму. Там обязательно будет какой-то подарок или нет? Маска для лица витамания. Да, даже так. Да, на выбор, пожалуйста. Так, сейчас. Карамбур, мракуя. Красненькое, манго. А почему, вы брали уже её? Ага, ну ладно. Давайте вот эту красную. А что ещё разыгрывается у вас здесь? Всё разыгрывается. Вот это всё, что здесь стоит, всё разыгрывается. Всё это. Кранировано. Где у него? Класс. И вы куда это разместите? Я тоже раз. А у нас из группы. Я вот такую вот выбрала. В Вайбере, да, наверное, в Чарси? Девчонки, у кого есть офис Фаберлик. Возьмите на заметку. Я сейчас сделала заказ. И за каждый заказ проводится моментальный розыгрыш. То есть, лежат бумажечки, ты вытягиваешь, и там разыгрываются вплоть до порошка стирального можно выиграть. Вот я маску. У меня этих масок, если честно, вообще целая туча. Ну вот сегодня, может быть, сделаю с мамкой. Будем спа-процедуру проходить. Посмотрите, здесь постоянно летают. Постоянно летают автолеты, самолеты. Учения, что ли, у них сегодня какие-то. Это я заказ Фаберлик забрала. Буду вам снимать видео, скорее всего, завтра с утра или нет, или в субботу, наверное. Не знаю, когда, потому что у меня родители. Завтра у нас тоже все по плану. Нужно сдать анализы там кое-какие. Сегодня тоже у нас бешеный день. То есть, мы вот были в... Все так смотрят. Мы были на УЗИ. К своему любимому УЗИ. Ездили, я вам показывала с утра. Потом мы заехали, кое-какую водичку купили. Я вам тоже ее покажу. Живая вода ее по-другому называют. Там с девочкой поговорила. Владелец этого офиса, оказывается, косметолог. По совместительству тоже занимается разными практиками, медитация и так далее. Вот, ну, круто, я говорю, меня с такими людьми сталкивает жизнь. Я переобуваться так сегодня и не успела. Потому что позвонила, у них там все забито. Ну, это хорошо. Пусть люди переобуваются, чтобы как можно больше было машин безопасных на дороге. То есть, сейчас выпадет снег и все. И будет куча аварий. Вот уже сегодня в Москве очень много всяких там смертей, ДТП. Вот, и все. И вот я решила забрать еще заказ. Сейчас отвожу родителей домой. Мы там кушаем. И мне нужно еще и поехать сегодня на стрижку. Я сейчас вывернулась из... Поездки. Ну, с парикмахерской. Я почти под ноль подстриглась. Можно так сказать. Заехала в Яблоньку. Купила Прагу. У них не очень сейчас стали пирожные. Состав менялся. Вот. Ну, по-моему, Прагу я пробовала более-менее такой нормальный. Ну, там шоколад используется. Шоколадный бисквит. С Маскарпоне не поменялись. Не знаю, в этот раз попробую, нормально или нет. Это я взяла на пробу с корицей и с яблоками. И пирог. У них очень вкусные пироги. Вот такие вот с капустой и грибами. Так что будем кушать. Да, мам? Да. Капитон. Главное, Капитон будет. Сейчас вам покажу, как я подстриглась. Вот, девочки. Представляете, как я болванилась. Так получилось. То есть, я не планировала так коротко. Но, как, знаете, сходишь к парикмахеру, да, или как, надо сказать, и режут, режут, режут себя. И все. И нет волос. Но я так и хотела. Я бы сама так не решилась на стрижку, на такую короткую. Он мне просто, ну, как бы так получилось, стриг-стриг, и так получилось. Я не рассчитывала. Но в итоге это то, что я хотела. То, что у меня было в голове, но я не решалась на это. Вот. Немножко прикорневой объем сделаю. Вот я просто прибор прямой себе сообразила. Посмотреть, как это будет выглядеть. Вот так у меня будет смотреться. Прикорневой объем я вот такое сделаю. Вот так немножко, конечно, возраст прибавляет. Так, помоложе. Камер тоже прибавляет почему-то возраст. Хочу немножко таким с прямым пробором походить. Сделаю гофре прикорневой объем себе здесь. И он будет попышнее смотреться. Вот так. Прилично, видите, отрезала. Ну, это даже классно. Мне такая легкость, вы просто не представляете. В голове такая свобода. И это так ощущается. Единственное, мне бы хотелось, чтобы вот здесь вот они были. Если коротко, да, так уж вышло, то вот здесь вот, чтобы они были, как вот, ну, шли вот так вот. Вот, некими перышками. Ну, в принципе, это можно в любой момент к нему доехать и сделать. Вот так получились прямые волосы. Так что вот так. Вот еще витаминчики попью для волос. И волос вообще моментально вырастет. Я и так-то не жалуюсь. То есть он меня отрезал в прошлый раз на 15 сантиметров. На те же 15 сантиметров у меня волос вырос буквально за 7-8 месяцев. И так, сейчас витаминчики попью. Наши для волос оберлечены. И будет то же самое. Девочки, доброе-доброе утро. Я собралась, поехала на йогу. Несмотря на то, что родители еще не уехали, это не повод йогу отменить. У меня даже мама, если раньше она была против, ну, не то, чтобы против, она относилась к этому с настороженностью, то сейчас вообще, даже когда они приезжают, это день у меня йога, она говорит, Настя не пропускает, а не повод пропускать. Сегодня я схожу, а завтра, так как они у меня уезжают, я буду их провожать. Вот, я завтра не пойду. Сейчас прогреваю машину. У нас на улице, девочки, колотун. У нас, наверное, градусов 5, как бы не 6. С утра я успела сделать уже кундалини йогу. Мне надо будет потом еще после йоги заехать в парочку магазинов. Кое-что забрать надо в ленту. Кстати, я ролл еще хотела взять. Ну и, собственно говоря, все, пора ехать. Мне еще по дороге нужно девчонку одну забрать. Мужик едет в маске. Либо боится заразить кого-то, либо заболеться.